Здравствуйте дорогие друзья, здесь Техноенот и его команда. Это третья серия нашего проекта «Автомобили будущего из прошлого», в которых мы рассказываем, какими видели автомобили будущего дизайнеры 20 века, а о забытых и не очень концепт-карах вспоминаем с точки зрения дня сегодняшнего, ведь в основном то самое будущее, которое пытались предсказать автомобильные художники прошлого, уже наступило. Во всяком случае, для нас с вами. Итак, на память пришел один из голливудских фильмов, в котором количество использованных концепт-каров для создания образа будущего просто зашкаливает. Это знаменитый и многими любимый фильм «Разрушитель» Сильвестром Сталлоне в главной роли. Коротко напомню, что действие фильма, вышедшего на экраны в 1993 году, в основном разворачивается в городе Сан-Анджелес 2032 года. Суть сюжета, конечно, напоминать не буду, наверняка вы смотрели этот фильм, но если не смотрели, то у вас все еще впереди. Можно только отметить, что 2032 год – это и для нас с вами будущее, пусть уже и не такое далекое. Но создатели фильма уже угадали многие привычные нам вещи, например, беспилотные автомобили, навигаторы, видеозвонки и тому подобное. Плюс ко всему, скоро уже YouTube начнет штрафовать за использование ненормативной лексики, пока в 8-м случае все к этому идет. А о фильме, насколько мы с вами помним, это было. В общем, для съемок кинофильма и создания образа будущего, компания General Motors было предоставлено 18 оригинальных автомобилей, из которых большая часть являлись настоящими концепт-карами GM. Вот про эти автомобили мы и расскажем в этом видео, но, как всегда, без фанатизма и излишних технических подробностей. Поехали! Бьюик Wildcat 1985 года Интересная машина, спроектированная Центром творческих исследований General Motors под руководством Уильяма Портера и Дэвида Ренда. Фантастический дизайн кузова из стеклопластика и углеродного волокна дополнял безспецовой руль и стеклянный купол, поднимающийся вверх при посадке вместо обычных дверей. Еще одной особенностью было то, что все приборы панели управления были сосредоточены внутри вот этой самой рулевой колонки. Ступица рулевого колеса была же неподвижна. Дизайн машины также был весьма прогрессивен и футуристичен, так как кабина водителя была вынесена вперед, а моторный отсек находился сзади, создавалось впечатление, что машина ехала задом наперед, а коэффициент радиодинамического сопротивления составлял 0,2 единицы. Кстати, это же имя носили еще несколько автомобилей Бьюика, 3 с 53 по 55 годы и один в 97 году, Бьюик Ривьера Вайлдкэт. Кадиллак Аурора, 1990 года. Я бы не назвал внешний вид этого автомобиля слишком уж футуристичным. Сглаженные линии, но все довольно строго. Впервые машина была представлена компанией Кадиллак на Чикагском автосалоне 90-го года. Впрочем, кроме того, что он был оснащен 4,5-литровым двигателем, 4-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом, сказать особо больше нечего. Кадиллак Солитейр, 1989 года. Этим автомобилем по сюжету фильма пользовался сам доктор Реймонд Кокто, что предполагает максимальную солидность для 40-х годов 21 века. А вообще данный концепт создавался компанией Кадиллак как автомобиль 21 века, предназначенный для высокоскоростных путешествий, причем в окружении невиданного комфорта и тишины для 4-х пассажиров. Сидения Кадиллака имели более 20 регулировок и автоматически двигались вперед, если на них никто не сидел, предоставляя удобный доступ к заднему ряду сидений. Концепт стал одним из первых автомобилей с полностью функциональным бесключевым доступом. Внешних зеркал заднего вида у него не было, только камеры, которые выводили изображения на жидкокристаллические экраны верхней части торпеда. Подразумевалось, что машина должна позволять развивать скорость до 180 или даже 200 миль в час. При этом концепт был создан не просто как дизайнерский макет, а как полностью функционирующий тестовый автомобиль. На автомобиле как будто не было оптики, но эту иллюзию создавали выкрашенные в свет кузова жалюзи. В общем, мощно, футуристично, комфортно, а в настоящее время полностью ходовой макет красуется в музее General Motors. Кадиллак Voyage, 1988 года. Еще одно творение компании Кадиллак, но это не просто концепт, это, как они называли, лаборатория на колесах. Мощный мотор 279 сил позволял разогнать авто до 322 км в час, но правда в реальности никто такую скорость не достиг, да и было электронное ограничение. Кстати, концепт был оснащен подключаемой системой полного привода. По умолчанию крутящий момент подавался на задние колеса, но при их пробуксовке автомобиль становился полноприводным. Из футуристических фишек были камера заднего вида, огромное изогнутое заднее стекло, доходившее от крыши до крыльев по бокам и почти до середины багажника. Система доступа без ключа посредством ввода специального кода, встроенный телефон, который управлялся с помощью голосовых команд и встроенная навигационная система, которая транслировала изображение на большой цветной дисплей. Конечно, сейчас эти штуки уже совсем не экзотика, но для тех времен весьма прогрессивно. Если обратите внимание на колесные арки, то заметите, что они скрыты специальными щитками для пущей обтекаемости корпуса, а в момент поворота седана щитки автоматически выдвигались наружу и не мешали колесам поворачивать. Chevrolet California Camaro Concept 1989 года. Красивый снаружи, но весьма неудобный внутри, концепт позволял почувствовать себя пилотом самолета. Правда, протиснуться через двери, которые открывались по типу крылочайки, было сложновато. Нужно было показать недюжие акробатические способности, а ведь сзади были еще и два пассажирских сиденья. Но, впрочем, в данном случае ничего нового. Camaro был оснащен двигателем V6 и выдавал 250 лошадок, но по заверению General Motors это было сделано из-за особых государственных регламентов для производительности двигателя на то время. А в действительности при желании данный двигатель можно спокойно раскрутить еще на дополнительные 250 лошадок. Кстати, этот автомобиль снимался не только в Разрушителе, но еще в одном фантастическом фильме, точнее в телевизионном сериале в роли полицейской машины. Chevrolet Corvette Stingray 3, 1991 года. В 1989 году шеф-дизайн Чак Джордан устроил внутреннее соревнование между тремя студиями по перспективному стилю к Chevrolet Corvette. Этот концепт получил очень хорошие оценки и даже рассматривался для запусков производства, но ценник на машину в 300 тысяч долларов с лишним был неприемлем. Можно сказать, что машина получилась весьма хорошей и не такой уж футуристичной для 2032 года. Chevrolet Venture Concept 1988 года. Машина, представленная на Чикагском автошоу в 1988 году, на мой взгляд, никак не тянула на футуристическую машину будущего, но снимать в фильме что-то нужно, поэтому для съемок вполне сгодилось. Концепт остался концептом, а в 1997 году был выпущен минивэн с таким именем. GMH-X 3 гибрид Ван Concept 1990 года. Чуть язык не сломал, пока выговаривал название авто. Машина-гибрид. Электродвигатели на передних колесах получали питание от блока из 32-х свинцово-кислотных аккумуляторов. Когда уровень заряда был низким, трехцилиндровый бензиновый двигатель автоматически включался и перезаряжал их, работая на постоянной скорости. Экономию энергии обеспечивал также низкий коэффициент лобового сопротивления, который составлял 0,258. GM Lean Machine 1982 года. Машина была разработана Фрэнком Уинчеллом из General Motors, и это не просто концепт из 80-х, а суперэкономичный трехколесный мотоцикл. Мощность двигателя 15 лошадок, максимальная скорость 80 км в час с расходом топлива 2,94 литра на сотню километров. GM Ultra Light Concept 1992 года. Тот самый полицейский автомобиль выглядит на самом деле очень футуристично и даже стильно. Кстати, автомобиль снялся еще в двух фантастических фильмах помимо разрушителя. Название Ultra Light можно перевести как ультралегкий, и это неспроста. Машина изготовлена из очень легких материалов, так что способна на 2,4 литра бензина пройти расстояние в сотню километров. Мощность двигателя 111 лошадок. И еще такая информация, концепт по данным производителя был построен в единственном числе. Но картинка в фильме так построена, что этих автомобилей на экране гораздо больше. И это на самом деле так. Оригинальным был один автомобиль, а остальные были лишь копиями, выполненными из стекловолокна, чтобы изобразить гражданские и патрульные машины полиции в фильме. Oldsmobile AeroTec 2, концепт 1989 года. Машина с весьма странным и спорным дизайном. Из особенностей можно отметить, что в автомобиле была интересная система предупреждения о торможении. Для этого использовались не привычные стоп-сигналы, а некий проектор, встроенный в потолке, который проецировал красное трехмерное предупреждение на заднее стекло. Ну вот, в принципе, и все. Pontiac Benchy, концепт 1988 года. Название этого автомобиля, Benchy, означает то ли разновидность призрака, то ли проводника между нашим миром и миром потусторонним. В общем, весьма мистическое название. Впрочем, и внешний вид машины тоже соответствующий, немного демонический, на мой взгляд. Известный в General Motors в качестве Benchy 4-го, он был на самом деле четвертым в серии концепт-каров, начиная с 1966 года. Внутри все в духе понимания футуристического авто того времени. Проецирование показателей приборов на лобовое стекло, цифровые панели и многочисленные кнопки. Говорят, что данный автомобиль также встречается в фильме «Назад будущего», ну там, в будущем, во второй части. Правда, я не припомню, если честно. Pontiac Sunfire, концепт 1990 года. Очень симпатичный дизайн четырехместного спортивного купе. Кузов из углевого окна, независимая подвеска, АБС и 190-сильный двигатель. Особенностью данного концепта были половинчатые задние двери, которые открывались против хода движения и облегчали посадку на раздельные задние сидения. А также то, что спереди стояли 20-дюймовые колеса, в то время как сзади стояли 21-дюймовые. Pontiac Protosport 4, концепт из 1991 года. На фотографиях выглядит как игрушка, но это был концепт от компании Pontiac, в котором она искала воплощение высокотехнологичного и доступного спортивного автомобиля. У концепта, кстати, тоже, как и в предыдущей машине, передние колеса отличались размером с задними. 19 дюймов передние против 20 задние. Этакая жар-птица с электронной начинкой. Такая вот история. После окончания съемок оставшиеся машины, ну как оставшиеся все машины, были возвращены компанией General Motors в целости и сохранности. Пострадали только макеты автомобилей будущего. И еще вот скажу. В 2019 году этой картине исполнилось 26 лет. И те, кто смотрел премьеру в кинотеатрах или, скорее всего, на пиратских кассетах, просто подумайте об этом. Как время летит и будущее. И вот оно уже сейчас. Надеюсь, друзья, было познавательно. Оставайтесь с нами и никуда от нас не уходите. Ну просто, чтобы не пропустить что-нибудь интересненькое. А оно наверняка будет. Свои воспоминания, своими мнениями делитесь, пожалуйста, в комментариях. Но только культурно. А то скоро YouTube точно будет штрафовать за ненормативную лексику. Подписывайтесь на Техноенота. До новых встреч, друзья-товарищи. Субтитры подогнал «Симон»